Слушай, я вот тут нашел самые необычные лоты на интернет-аукционе ebay. Хочешь послушать? Давай, конечно, очень интересно. Вот смотри, детектор инопланетной активности. Это раз. Далее, смысл жизни, проданный за 3,5 доллара, набор начинающего охотника за вампирами и привидения в бутылки. Странно, что за смысл жизни так мало заплатили. Всего лишь 3,5 доллара. Ведь некоторые его всю жизнь ищут. Ален, все это вообще странно. Интернет-магазины творят, что хотят. Ну, пусть творят. Тем более, они сейчас таким спросом пользуются. Правда, прежде чем идти в интернет-магазин, надо быть готовым к некоторым трудностям. Каким, например? А примеры смотрите в моем следующем сюжете. Сколько реальных проблем возникает с походом на реальный рынок? Коль, слушай, можно я вместо обеда быстренько съезжу на базар? Ну, давай только не опаздываем. Можно остаться без обеда, а можно и вообще туда не попасть. Блин, вот эгоисты, хотя бы телефон оставили. То ли дело магазины виртуальные. Сидишь в любимом офисе, занимаешься работой, а параллельно выбираешь себе вещи, которые хочешь купить. Так, надо заказать подарок, купить вот это платье и чехол еще новый хотела. Но и тут не все так просто. При покупке товаров в интернет-магазине будьте готовы к некоторым неприятным нюансам. Например, завышенная цена. Особенно это касается зарубежных интернет-магазинов. Это связано, во-первых, с более высокими затратами, во-вторых, это дополнительные курсовые риски. Потому что если человек сделал заказ, это значит, что мы уже обещали за эти деньги, за которые он сделал заказ, ему этот заказ продать. По факту же, к тому моменту, когда товар до него дойдет, цена может измениться, и в вашем случае это могут быть 10, 15, даже 20%. Еще одна основная проблема шоппинга в интернет-магазине – это сроки доставки. Самая большая трудность – это распределенная территория, сложная логистика, которая порождает большие сроки доставки. На больших сроках доставки не каждый товар покупатель будет ждать. В среднем из России, Европы и Америки до Центральной Азии товар идет от двух до четырех недель. Но иногда это время увеличивается до двух и более месяцев. Сама столкнулась с такой проблемой. Обещали две недели, ждала два месяца. Зато даже через столько времени доставят товар вам куда и во сколько надо. Это, конечно, плюс. Если, допустим, у вас нет дома, мы можем приехать к вам в офис. Если вы на работе заняты, мы можем приехать, когда вы вернетесь с работы уже вечером. То есть это, мы считаем, что это самое удобное, что мы можем предложить. Ну да, зато они не могут предложить примерку. Вот так купил вещь на три размера больше и сиди расстраивайся. Хотя в крупных интернет-магазинах всегда есть возврат. Ну или в крайнем случае можете продать непонравившуюся вещь через социальные сети. Кстати, если у интернет-магазина, через который вы делаете заказ, есть специальный договор с национальной почтой, то и отношение к вашим вещам будет особенное. Мы обеспечиваем особые условия, мы обеспечиваем особый контроль по доставке таких товаров в тех магазинов, которые заключили с нами договоры. И обеспечиваем более высокий качественный сервис. Однако, с учетом того, сколько заказов каждый день проходит через национальную почту, неприятные случаи все-таки происходят. Куда без этого? Но каждый такой случай отдельно рассматривается, отрабатывается, наказываются виновные. Безусловно, это по регламентам нашей организации, по внутренним стандартам. И делается все для того, чтобы в будущем такого не допускать. Главное, чтобы все проблемы решали не вы, а поставщики. Это их обязанность и работа. Об этом не стоит забывать. Но это больше касается небольших частных посредников в социальных сетях, чем крупных международных интернет-магазинов, которые бьются за своих клиентов и тратят на рекламу безумные деньги. Ну, мы самые крупные рекламирующие компании в Казнете, это безусловно. По-моему, мы где-то 10% рекламный бюджет страны тратим мы сами. Кстати, одни из самых крупных интернет-магазинов в России, Азон и Лямода, уже завоевали казахстанский рынок и в будущем планируют охватить всю Центральную Азию. Правда, из-за некоторых трудностей не сразу, а постепенно. Я могу сказать, к сожалению, ближайшие два года точно не будет. Киргизия – это интересный рынок в самом деле. Я думаю, там очень много интересных движений от Киргизии к Киргизии начинаются. Просто для нас пока много сложностей там появляется. Страна небольшая и логистика туда непонятная. Да, обязательно со временем после Казахстана, я думаю, первым будет Узбекистан, а там дальше будем смотреть. Так что в виртуальной рынке – это, конечно, хорошо и удобно. Однако и про некоторые сложности забывать не стоит. Точнее, надо быть к ним готовым, и все будет отлично.